Джордан, в 2011 году ты поднялся в 74 килограмма, выиграл национальный чемпионат, попал на чемпионат мира в Стамбуле. Наверняка ты уже чувствовал себя неплохо, а затем тебе говорят, парень, а ты видел сетку? В плане, да у тебя во втором раунде будет царгуш, вот черт. Да, все были шокированы, увидев мою часть сетки, они сказали, ну вот и конец Бороузу. Я подумал, блин, потому что я был уверен в себе, узнал, что уже борюсь на реально высоком уровне, я мог любому провести тейкдаун. Не было ни одного человека в мире, кому бы я не смог сделать тейкдаун. Поэтому в этот момент мне было реально трудно понять, что я нахожусь в такой позиции, где мне придется сразиться с лучшим борцом в мире уже во второй схватке. Дайте мне сначала почувствовать ковер и побить других борцов, посмотреть, что я могу сделать здесь. Так что мне было слегка тяжело. Когда я увидел сетку, я ментально сфокусировался и сказал, хорошо, посмотрим, что я смогу, посмотрим, на что я способен. Я просто сделаю все, что в моих силах. В тот момент я знал, что сильно уступаю в навыках этим парням. Я не очень много боролся в вольном стиле, никогда не боролся так далеко от дома, не мог накатить, не мог остановить попытки других борцов выполнить накат со мной. В итоге, на моем первом чемпионате мира мне множество раз сделали накат. Я не сделал ни одного, но стал чемпионом мира. Все, что я делал, это проводил тейкдаун и сбивал их с ног. Я знал, что умею это делать и могу этим пользоваться. Так что да, я помню эту сетку. Но самое интересное, обычно ты получаешь свой номер посева, а я получил первый номер. Так что я считал, что все окей. Я помню, как поговорил с Зиком, он спросил меня, какой у меня номер. Я ответил, и он сказал, что он тоже получил первый номер, когда выиграл свой первый чемпионат мира. Так что я был вполне доволен в тот момент. Но когда спустя несколько часов я увидел сетку, то подумал, вот блин, это уже не такая удача. А я помню ту схватку с Царгушем. Я знал, на что он способен. В тот день я вернулся домой и стал смотреть огромное количество его схваток. Я посмотрел его схватки на чемпионатах мира, в том числе с иранцем Садехом Гударзи, со всеми парнями. И я не был сильно впечатлен. Я знал, что он великий борец, у него была способность контролировать темп схватки, хороший проход в одну ногу, высокий процент досрочных побед, и... Он был жестким, суровым, серьезным борцом. Но он не был уникальным борцом. Он не был слишком быстрым или слишком сильным. У него была великолепная ловкость, он был шустрым, и у него была способность замедлять ход схваток, контролировать большинство борцов, вселяя в них страх. Я помню, как боролся с ним, и все было в порядке, я чувствовал себя прекрасно. Это был отличный матч для меня. Я помню, когда он закончился, я подумал, что только что одолел лучшего в мире. Кто еще мог это сделать? Я понял, что стану чемпионом мира, но это была только вторая схватка. Впереди меня ждало еще три. И я помню, что когда победил Царгуша, пошел в раздевалку, у меня с собой был телефон, и я получил сообщение от своей девушки, которая написала, «Поздравляю, ты сделал это, ты чемпион мира, как круто!» А я ответил, «Да нет же, я победил только что чемпиона мира, но впереди еще три схватки». А она посчитала, что раз я победил чемпиона мира, значит я уже чемпион. Я помню, что был физически истощен, слишком много эмоций ушло на осознание победы над Царгушем. Руки и ноги были забиты. Мне сделали массаж, растерли ноги и руки, чтобы подготовить меня к следующей схватке, и, к счастью, дальше у меня был в соперниках парень из Венесуэлы. И он был хорош, но в целом это был очень крутой турнир. И выиграв его, я понял, что если они не смогли победить меня сейчас, на моей первой попытке, то я реально буду очень опасен в будущем. И это было не чистое бахвальство. Я знал, что буду становиться только лучше. И в тот момент находился только в начале своего пути. Понимаешь, за полтора года до этого я шатался по кампусу, с травмой колена. Так что для меня это просто был метеоритный подъем. Это было невероятно. Все это было до гламура, до подписчиков, спонсоров, всех этих дел. Все было так прозрачно. Это было чистое время. И оно стало для меня по-настоящему особенным. Безусловно, незабываемая встреча с Царгушем единственная, которая запомнилась того чемпионата. В той схватке он все время забирал твою ногу, боролся грязно. Люди болели против него, когда ты с ним встречался. Не мог бы ты сравнить его борьбу с борьбой другого россиянина, Седакова? Ты боролся с ним в разное время. Но давай сравним их. Ты знаешь, самое забавное, что моя жена как-то сказала, что я сейчас нахожусь в шкуре Царгуша, которому предстояло встретиться с молодым перспективным борцом. И что Седаков, это я. Седаков это Бороуз 2011 года для тебя. Борец, который только появился, провел очень близкую схватку. Это борьба кость в кость, а ты действующий чемпион мира, и все ждут от тебя победы. Но он тебя побеждает, и делает это дважды подряд. Так что для меня это как тот реванш 2014 года с Царгушем, когда Царгуш вернулся и стал чемпионом мира, а затем исчез. Я думаю, что Денису нужна была эта победа. Она была ему нужна, чтобы потом сказать, я сделал этого парня. А затем он смог двигаться дальше по жизни. Кстати, Царгуш был угловым для Седакова на последнем чемпионате мира. Он был там. Он секундировал, был вторым тренером для Седакова на чемпионате мира в Казахстане. Ты знаешь, у Седакова очень интересный стиль. Я бы не сказал, что он великий борец. Но то, что он делает, он постоянно в борьбе во время схватки до последней секунды. Седаков знает, в чем его сила. И он великолепно проделывает свою работу, закрывая пробелы. И это то, что заставляет меня чувствовать дискомфорт, когда борец закрывает свои проблемные зоны, активная работая. Мне нравится чувствовать пространство. Когда борец дает мне атаковать, у него нет шансов. Так что я думаю, Седаков проделывает отличную работу. Было два момента, в которых я ментально расслабился, и он воспользовался этим. Если посмотреть на оба наших матча, никто не сможет сказать, что он просто лучше, как борец. Для меня самой сложной частью схватки с ним будет концентрация и борьба на протяжении всего времени. И это, наконец, должно привести меня к тому, что я смогу победить его и победить его умело. Ты знаешь, я глубоко уважаю Седакова. Я ценю его и отношусь с уважением. Чудовищная ненависть у меня была к Царгушу. Я ненавидел Царгуша, и, возможно, мне стоит ненавидеть Седакова. Возможно, это поможет мне отнестись иначе к противостоянию с ним. Но борец из России всегда будет самым трудным соперником. Куда бы я ни отправился, Конечно, Чамисо тоже по-своему уникален. Но Россия неоспорима. Россия неоспорима. Я боролся с парнями из России практически на каждом чемпионате, кроме 2013 года. То есть всего однажды я не боролся с русским. За всю мою карьеру я был на девяти чемпионатах, и только один раз я не боролся с русским. В 2011-м был Царгуш. В 2012-м Царгуш. В 2013-м был Хубеште. Его победил индиец в первом круге, а во втором круге я победил индийца, и Хубеште вылетел. В 2014-м я проиграл Царгушу. В 2015-м я победил Гедуева. В 2016-м проиграл Гедуеву. В 2017-м победил Цаболова. В 2018-м и 2019-м проиграл Седакову. А сейчас, очевидно, вновь сражусь с Седаковым в 2020-м. Так что из девяти мировых турниров я только один раз не сражался с русским, и это сумасшествие. Восемь из девяти раз я встречался с представителями России. У меня много претензий к объединенному миру борьбы в этом году. Ведь они сделали Чемиса первым номером посева. Как может кто-то другой, кроме чемпиона мира, быть первым номером в рейтинге? Если Седакова не победили, как это можно игнорировать? Я боролся на двух турнирах, где был Чемиса, помимо чемпионата мира. Мы боролись на Дан Колове в Болгарии, где я победил его 9-2. Также мы боролись на Яшар Догу в Стамбуле в июле. Оба вышли в финал, но он не стал бороться в финале. И они делают его первым номером. И не только. Они сделали его борцом года. Я был просто взбешен. Это странная система. Если ты можешь просто сидеть, не быть чемпионом мира, участвовать на турнире с чемпионом и быть выше его по рейтингу, это значит, что с системой что-то не так. Особенно если учитывать, что я победил Чемиса в медальном зачете в 2018 году, а он вообще не взял медали. И все равно каким-то образом получил первый номер в рейтинге. Но это уже тема для разговора в другом интервью. Я заговорил о Седакове, потому что в этом мире не так много людей, которые бы могли обыграть тебя. И ты говорил несколько раз в различных интервью. Аймар был близок, но может 2 или 3 борца в мире сейчас выступают в нашей команде, которым ты проигрывал. Но ты один из тех, кто способен пережить тяжелое поражение и получить от такого поражения дополнительную мотивацию. У тебя ведь такое было несколько раз. Да, я согласен, но больше подобного испытывать я не хочу. Лично я считаю, что проиграл схватку с Седаковым только из-за последних 10 секунд. Не знаю, как остальные, но думаю, Седаков согласится, что ни один борец, который выходит бороться со мной, не считает, что сможет легко меня вынести. Ни один борец. Если посмотреть на каждую мою схватку, все постоянно пытаются сократить дистанцию и начать работать первыми, пытаясь вырубить мою атаку и подтолкнуть меня к краю ковра, лишить меня баланса. Нет ни одного, кто бы выходил со мной воодушевленным. Это действительно так. Но я также хочу понять, как могу улучшить мой уровень атаки на протяжении всей схватки. Я мог это делать, когда был молод. Тогда мне нужно было приобрести больше навыков, чтобы соревноваться и побеждать тех парней. Мне нужно было затащить их на глубину и утопить. Тогда мои атаки срабатывали. Сейчас же я нахожусь в таком положении, где мои навыки по-прежнему не уступают навыкам моих соперников. Но я был более эффективен и менее агрессивен. И это стоило мне победы уже несколько раз. Если мне дает возможность работать первым номером, соперник в опасности. Так что... Моя задача сделать свои атаки рабочими на протяжении всей схватки. И это то, над чем я работаю, готовясь к чемпионату. В марте этого года Франко Гомес, парень, с которым у меня были близкие встречи в прошлом, потерпел колоссальное поражение от меня из всех трех раз, что мы боролись друг с другом. Потому что я был очень последовательным в своих атаках. Но мне все еще есть над чем работать. Это тактические наработки, которые нужно тщательно проработать. Но самое важное это желание и стремление тяжело бороться в каждой схватке. Мы увидим тебя на каком-нибудь турнире перед отборочными соревнованиями в следующем году. В пейпер-вью схватках, например. У меня есть несколько предложений. Есть несколько предложений побороться в платной трансляции. Честно говоря, я наслаждаюсь сейчас временем с семьей. Но в определенный момент я вернусь. Мы будем ждать. Спасибо тебе за уделенное время, Джей Би. Это была честь для нас. На этом все, друзья. Надеюсь, вам понравился этот фрагмент подкаста. Оставляйте свои комментарии под этим видео и ответьте на вопрос. Изменилось ли ваше мнение о Джордане Бароузе после этого интервью? Всем спасибо и до будущих побед.